Одного из партнёров Владислава Игнатьевича по спектаклю «Амадеус», человеку, которому есть что сказать об ОДД, моего любимого кинопартнёра Юрия Стоянова. — Вы знаете, я вот сегодня получил ответ на вопрос, на который по-разному отвечал и который меня мучил очень много десятилетий. Вот когда, благодаря тому, что я увидел здесь, вот очень крупным планом и тем способом, которым уже давно не снимают, к сожалению огромному, вот бесконечные крупные планы Ленинградских телеспектаклей и о большой длительности этих дублей. И когда я всё время спрашивал себя, и когда работал в театре, и после того, как ушёл оттуда, а почему вот не сложилось я все? Сначала я винил только себя, только себя, больше никому. Потом я винил только театр. Потом я нашёл какой-то паритет в душе и считал, что виноват ему порогу. А сейчас я понял, что виноват, на самом деле, виноват Стрженчик, Лавров, Басилашвили, Лебедев, Панков, Гай, Господи, и все остальные любимые артисты. Просто потому, что это были великие артисты. Очень простой ответ. Но как можно было рядом с ними существовать? Рядом с этой абсолютно животной, невероятной арканией. Вот я смотрю человека на крупном плане и понимаю, что с тех пор, как ушла эта шуткая плёнка, на которой это снято, вот такой ширины, я пришёл, когда на телевидении она ещё была, моё репесло не продвинулось ни на шаг. Если не стало отброшенным назад. Потому что, когда он играет чудовищно, бездарно наклеенным шрамом этого полковника Шабара, это же чудовищный грипп. Как можно на таком крупном плане так точно, так тонко существовать абсолютное актёрское животное в гадре? Вот в высочайшем смысле этого слова. Но просто я сегодня потрясён несколькими крупными планами. Потому что я же переношу это на себя. Нынешняя манера. Вы знаете, вот сегодня петли, которые появились в сериалах, узконаправленные. Знаете, как мои партнёры говорят? Я решил сначала, я стал ходить к фаньяну, проверять слух, думал, это возрастное. А сейчас играет так. И вот я смотрю, вот этих полноценно существующих людей, для меня правда сегодня это открытие. Я увидел, ну как Чехов в чате, помню, не могу с вами соглашиться. Согласиться, средний актёр стал значительно лучше, хуже стал средний актёр. Значительно хуже стал средний актёр. За 20 лет существовали ваши премии. Значительно. Конечно, был абсолютный хулиган. Но вот в чём его гениальность? Это же полнейшее несоответствие. Он был умным артистом. Я до сих пор не знаю, был ли он умным человеком. Он был гениальным артистом. Человеком был очень разным. Большой, огромный ребёнок. Ужасно смешливый. Я никогда не забуду, когда ещё... Я не помню, я играл. Лена, никто не знает, мы были поварами или лакеями. Медостановых не знает. Просто там был писан. Поваром Стоянов, лакей, москвит. А, мы не знаем. Мы были приблизительно одинаково одеты. И наша задача была подхватить стрижечек, когда он падал. Поэтому я этот кусок видел всегда. И я не мог понять. Вот какой человек. Вот на нём этот халат драный. Надеться, он играл с арей. И длинный, длинный, длинный. И вот остановив, однажды спросил, у вас вам было? А сколько вам было? 60. А смотрели, сколько было? 44. А ему это нужно было всё. Вот ради этого поворота. И долго-долго поворачивали. Снимал. Сбрасывал халат. А под халатом был золотой комцом. И всё это было такое. Мне 36 лет. Вот ради вот этого поворота. Он превращал человека в 80-летнее существо. Конечно, он был невероятным актёром, невероятным человеком. Вот мы жили в соседней даме. Вот мы репетировали. Была всего неделя вестись в этот трагический спектакль. Вамадерус. Трагический по причинам ввода. Я безоруднее говорю. И он приглашал. Качанка, мы должны с тобой, пожалуйста, сегодня мальчик. Мы будем и печерпить. Качанка, ну, нет. Людечка, дай мне то, что я из откова вообще принёс. И он давал с какой-то конференции, там, 24-го съезда. Не знаю, что ли. Он приносил эти пироги бесконечные. С глюкнули, с дороги, ну, пожалуйста, едешь. Я ел, ел, ел. Ел один раз. Вот, парень. Скорее, слушай, ты сколько жрёшь, как ты можешь. Ты больше. Поэтому... Людечка, вы всегда говорите, Людечка, погормите, пожалуйста. Это... Вы знаете, я вспоминаю... Как это херунду сейчас вам говорят. Полный. Я вспоминаю просто... Я вспоминаю живого, огромного ребёнка. Вот это великое животное актёрское, которое здесь жило. Невероятной красоты человека. Я паразитировал. На каком-то лёгком, отдалённом сходстве с ним в молодости были специальные люди у нас там, Жени, Чудаков, Соликов, которые к нам объезжали в провинцию в какие-то гостиницы. Они говорили... Сейчас это называется рецепшн, но вот этим девочкам не сходят. У нас в театре есть тайна. Дело в том, что Юра, старин, который сейчас живёт у туалета на третьем этаже, вы поселили, как в госпородье Козлова, на самом деле он внебрачный сын Владислава Начистошенко. Это очень больная тема. Людмила Павловна, она... Она не хочет об этом знать, поэтому, если можно, как-то деликатно, но чтобы всё-таки сын жил рядом с Аксономом. Хотя бы так, надо вам сказать. Невероятно, что мы порезетировали на этом, конечно. Я... Слушайте, всё, что вспоминаю, всё смешное. Вспоминаю этого человека... А сейчас сидел и плакал, когда смотрел, когда видел этот крупный план. Эту невероятную наполненность, эту готовность к огромной амплитуде. Жанровой, это жанрой футбол. Он же очень острый был артист. Ну, этот разрыв между Сэмом Уэллером и человеком в цене мидера, или вдруг три мешка сорной пшеницы, и Амадеус. Ну, невероятно. Но в жизни, ну, в жизни... Слушай, можно я короткую расскажу историю? Просто они все знают. Ну, когда мы в Индии были, вот здесь есть люди, которые были в Индии. Были в Индии. И царствие небесное, сейчас про всех, я не буду говорить царствие небесное, потому что мне придется говорить это каждую секунду, вспоминая каждого человека. Людмила Павловна Шумалова, ой, ковер, ковер, она говорит так, она говорит, скобари, в Индии кожа говно, в Индии нужно покупать камни, камни, камни. И спешите, послушался, пошел, купил камни. А когда они осматривали камни у всех наших народных артистов Советского Союза, вдруг, как у профессиональных часовщиков, как у циклопов, вырос тут огромный класс, потому что у них все с собой были вот эти вот увеличительные штуки, которые одеваются на металлическую вот... Ну, вот у часовщиков, у юбилеров, и они... А вам на все деньги купил Людмила Павловна, потрясающий гарнитур. Невероятно. Значит, колье, брошь, диадема, ну и там всего было. Она такая коробка баковная. Посмотрите, где мы что-то купили. Людмила Павловна, взял, на все! Я на все взял! Они... О, вот... Вот, вот, видишь, да, Батя? Накава, посмотри, видишь, скол здесь? «Да это не скол, какой-то скол, это трещина». И, в общем, они улучшили ему настроение. «Я разнесу эту ласку завтра!» «Качон, ты знаешь английский». Он, видимо, моя тогдашняя жена знала английский, он, видимо, решил, что это передается половым путем. И, в общем, я был для него человеком носителем языка. «Завтра поедем туда!» «Я ищу врачу!» «Три тысячи триста тридцать три лупери!» И вот мы вышли, и он взял хиар, представьте нас, я, Людмила Павловна, и вот три таких немаленьких человека поедем на Риджи. И приедал страшный человек, сорок четыре килограмма. И мы втроём с Элли Бриджи. Компинист, как женщины. И вот всю дорогу, пока это существо затыкает, «От щелла нас на яшном плыске, он зайдёт». «Вот так зарабатывается доллар, люля!» «Тяжело, да, старик?» «Что поднялось?» «Ты выбрал этот путь?» «Ай, конец!» «От щелла нас на яшном плыске, он в коляске сидит, а я чичу, а глядам не таим, все работает, человек, значит, мы приехали, значит, нужно жуткую лапку, а легкой левят, мы вспомним, но когда входишь в лапку, моментально гаснет свет. «Это кожа!» «От на кожа!» «Дай ли тут кожа!» «Дизель работает, какая-то машина, а когда-то входит, значит, «Послушай меня!» «Входит человек в черную, «Меня вчера, всему себя!» «За 3333 руб. «Мани!» «Мани!» «Плиз, мани!» «Но, но, мани!» «Но, мани!» «Но, смеха, смеха, 33, «Онли фор ю!» «Онли фор эмай!» «Руссия шефренд!» «Дружба, Горбачев!» «Перестройка!» «Но!» «Онли чеч!» «Но, мани!» «Онли чеч!» «Мани чеч!» «Он орёт!» «Я сотру тебя в порошок!» «Но, мя!» «И в это время, как Людмила Павловна, Владик и Святой…» «Подожди…» «Как вам не справиться?» «Вы же видели, что Владик без очков сказал?» «Короче, вернули деньги, потому что я ему сказал…» «Лисом ми!» «Если ты, вот, не отгибаешься назад…» «Середава из Сариханды и Святой Сыри…» «Ай, гол, усовь, это амбассадор!» «Тебе…» «И нам вернули деньги!» «И он тогда вышел…» «А у него уже тогда был спрятан с собой…» «Блок-майнер!» «Блок-майнер!» «Он там внизу только сказал…» «Качан, если бы не твой близкий…» «Я на этом мог много умно и трогательно говорить…» «Об этом человеке…» «На он вспоминаешь…» «Очень смешно…» «А боже, а что он…» «А что он творил?» «Что он творил в Матеусе, когда они попадали пальцы на клавиши?» «Там же должен был человек…» «Надо же сначала было нажать кнопочку…» «Ты нажимаешь кнопочку и потом…» «Рам-пам-пам-пам…» «По ровным клавишам…» «Когда клавиши начинали играть без него…» «Когда он падал на клавиши…» «Когда он должен был начать…» «Про звучать жуткий удар…» «Вот так надо было делать…» «По Матеусе…» «Я смотрел, как она ударяется…» «Рука об руку со своим…» «Газёнышем…» «И думал…» «Взять же бы его…» «В отместку за Катарину…» «Ин делал так…» «Ин тишина…» «А что он должен сделать?» «Он делал так…» «По ровным клавишам…» «А она…» «По ровным клавишам…» «По ровным клавишам…» «Знаете…» «Я думаю…» «Я думаю…» «Я думаю…» «Что…» «Абсолютно не важно…» «Нет…» «Замечательно, что у меня есть коллеги…» «Полностью состоявшиеся в этом театре…» «Но…» «Но совершенно не важно…» «Сколько ты на камень проходил по этой сцене…» «Это не имеет никакого значения для меня…» «Для такого артиста, как я…» «А важно…» «Количество услышанного…» «Увиданного…» «Запомненного…» «Это был очень хулиганский театр…» «И мы все были равны…» «И мы встречаемся, как равные…» «Никакой статусности не было…» «А знаете почему?» «Потому что мы были все равны перед гением одного человека…» «И подчинять себя…» «Быть рабом гениального человека…» «Это почет…» «Быть рабом бездавности…» «Это чудовищность…» «В этом смысле нам ужасно повезло…» «Ужасно…» «Спасибо этому времени…» «Спасибо этому человеку…» «Ничего из того, что нужно, не сказал…» «Как заложник жанра…» «Много шутил…» «Но для того, чтобы не плакать…» «Лучше шутить…» «Сведь…» «Сведь…» Продолжение следует...